Посмотрим как раз на развивающие функции словаря. Первые несколько минут, пока у нас подтягиваются опоздавшие, мы с вами просто читаем словарь. Я прошу прощения, что мелко, у кого есть другие носители, где словарь выложен, можно там открыть и читать. Но читать я прошу вас 5 минут ровно и стараясь читать следующим образом. Следите за первой колонкой. То есть насыпной, насыпная, насыпное, первое значение смотри насыпать, второе такой, который насыпан куда-нибудь, или такой, который перевозится насыпью, насыпной грунт, насыпной груз. То есть расшифровывая абсолютно все, например, я по дороге не сказал, что меня очень удивляет в этой словарной статье, что не стоит ударение над словом насыпать в первом значении, непонятно насыпать или насыпать. И это вопрос, его можно было вынести. И, соответственно, все, что вам непонятно, вы в тетрадочку выписываете, и мы потом обсуждаем, что это значит. Читаем ровно 5 минут. Постарайтесь читать так же строго, как и... Отметить для себя, что работа – это непривычное. Многие вообще не смогли заставить себя читать, и это видно было, что человек там блуждает взглядом. Если бы вы со стороны тоже могли посмотреть, вы бы увидели. Кто-то бы сразу отметил, что есть люди, которые только в обсуждении могут что-то читать, и они разговаривают, все время им нужно этот ответный дополнительный ресурс, чтобы читать. Но очень хорошо все видно, когда мы начинаем спрашивать, до какого слова человек дочитал. Кто докуда дочитал? Докуда вы зачитали, например? Какое слово последнее? Насытится. Это слово насытится, и это, как вы видите, четвертое слово сверху в колонке. Это какое-то рекордно маленькое количество, но тоже интересно. А вы докуда? Тоже середина первой колонки, да? Вам было полегче, вы стараетесь читать книги. Докуда зачитали? Начало второй колонки, да? Кто еще у нас с самого начала был? Я уже забыл, кто опоздал, кто нет. Докуда дочитали? На Тахбе, где-то где-то где-то, где-то где-то, где-то где-то, где-то в колонке первой, да? Кто дочитал далеко, поднимайте руки. Далеко, вот все, что дальше двух колонок, это очень далеко. Но бывают иногда люди, которые после пяти минут говорят, я все до конца дочитал. И те, кто прочитал три слова, семь слов, десять слов, те понимают, что произошло с людьми, кто до конца дочитал. Что с ними произошло? Они не смогли заставить себя читать. Они традиционно, да, то есть они как раз повиновались этой черке нашего мозга, когда он смотрит на страницу и говорит, а, да, все понятно. И очень быстро так скользит по диагонали, и у него есть ощущение, что он все почитал, и я не собираюсь никого переубеждать, может, и правда почитал. Но вообще-то эта работа достаточно редкая, когда мы заставляем себя читать все. Вы читали уже сразу к концу страницы, это потому что зрение не позволяло отсюда читать? Нет, позволяет, просто я уйду интересное слово наука. А, и вы именно с ним, да? Ну, это тоже часть нашего мозга, когда мозг вместо того, чтобы выполнять задания, он инстинктивно ищет слово, которое оценивает как интересное. Причем я пытался проводить небольшие такие экспрессы наблюдения за тем, что наш мозг в словаре считает интересным, и там удивительно. Некоторые считают интересным посмотреть слово, которое и так очень хорошо знают. Некоторые смотрят, вот как вы, видимо, по интересам личностных. То есть наука почему-то вы не знаете, как это в словаре дает. Вряд ли вы не знаете, что это в словаре. То есть это, видимо, какой-то личный интерес. Кто-то смотрит незнакомые слова, то есть попалось какое-то слово там незнакомое, а он его посмотрел. Итак, вот первая фиксация опыта, что это опыт сравнительно новый, читать словарь именно так, подряд, внимательно. Ну, теперь мы вашу внимательность проверим с другой стороны, у кого какие вопросы возникли, что непонятно. Ну, что такое Ж-точка, в первом значении точка, спец-точка, что-то софт такое. Вот про Ж я не очень сейчас вас понял, вы имеете в виду женский род? Ну, наверное, да. Да, то есть мы об этом говорили вообще-то на прошлом занятии, что показателем существительного является знак постоянного рода, постоянный род в русском языке только у существительных, соответственно, это знак. Внимание, друзья, когда я отвечаю каждому на вопрос, я прошу слушать всех, потому что это позволяет вам убедиться в том, что вы и так все это подробно знаете, а с другой стороны, может, что-то услышать. Помета специальная, напомню, это одна из помет употребления, указывает на то, что это значение относится к кругу профессиональной лексики. Помета достаточно сложная, потому что по ней трудно опознать стиль. Напрямую делать вывод, что раз специальная, значит, стиль научный, это неверно, потому что специальные слова — это не узкоспециальные термины, а термины достаточно широко известные, и скорее это просто знак принадлежности к книжной речи, подготовленной речи, потому что и в науке, и в публицистике, и в деловой речи могут появляться слова специальные, а вот когда они попадают в разговорную, то это знак сдвига тематики, то есть от бытовой тематики мы сдвигаемся в сферу профессиональную. Насыщенный, после цифра 1 стоит полный F, это полная пропа? Да, это означает, что хотя у слова «насыщенный» возможно краткая форма, но первое значение имеет грамматическую помету собственную и употребляется только в полной форме. Дальше, пожалуйста. Пожалуйста. Индексы 1, 2. Кто поможет здесь? Я думаю, общие знания должны сработать. Что это? Первое, второе значение. Нет, не так. Верхний индекс отличается от цифр внутри словарной статьи. Что такое верхний индекс? Это знак того, что у слова есть аммонимы, то есть это слово, которое одинаково пишется и произносится, но принципиально разные по значению. Дело в том, что слово «натапливать» может восходить и к слову «натопить» как первое, как аммоним, и ко второму. Поэтому 1, 2 стоят рядом. Вообще обычно первое и второе – это разные словарные статьи для слов аммонимов. Мы как раз сейчас в примерах будем разбирать слово «наушник-1», где этот индекс работает. Еще вопросы? Какого года издания? Насколько я помню, этот листок у меня скопирован с издания 92-го года. После этого слова еще дорабатывался. И в частности, вот на этом развороте я знаю несколько опечаток. И что, конечно, не красит это конкретное издание, но вот так отлично. Считается, что после 92-го года это уже современный словарь уже Горшведовый, с которым мы работаем, но будем любить и дать. Так что по отношению к этому словарю работает правило «новее, лучше». И сегодня самый интересный из этих словарей – это словарь с указанием происхождения слов, с информацией о происхождении. То есть другой вариант, немножко словаря. Вот видите, вопросов, насколько я понимаю, больше нет. Поднятых рук нет. Вообще-то я вас уверяю, что даже если бы вы мне дали одну колонку, то мне бы этого хватило, чтобы задавать вам вопросы и показать вам, что вы чего-то здесь не понимаете. Это еще один, второй момент. Не в упрек вам, а как факт. В словаре много непонятного. В кодах, в шифровках. И здесь стоит обсуждать много маленьких вещей. Соответственно, мозг свой надо приучать. Как только я вижу что-то не вполне ясное, надо обязательно разобраться. Вплоть до того, где стоит запятая, где точка, это может оказаться значимым. Ну, приведу простое сочетание помет. Помета «разг», «устар» и помета «разг», «точка» и «устар». Чем различаются? Понятно на слух или на доске написать? Я сравнил сейчас вам. Вот такие два сочетания помет, которые, конечно же, наш мозг воспринимает как абсолютно идентичные. Но то, что они две есть, понятно, что когда их ставишь рядом, то сразу ясно. Раз словарь так дал, значит, чем-то они отличаются. Совместимые ли это или взаимоисключающие ли это? Совершенно верно, очень точный ответ. В данном случае какое? Совместимые. То есть обе пометы работают сразу же. Это слово привносит в речь оттенок непринужденности, являясь устаревшим и относясь к другой эпохе. В данном случае это взаимоисключающие пометы. Слово может быть разговорным в одних контекстах, а в других контекстах устарелым. И, соответственно, надо разбираться. Очень хороший ответ, замечательно. Но вот этот знак, он хорошо показывает нам, что есть мелочи, которые, когда не ставишь рядом, ты их вообще не заметишь. То есть это только специальное изучение словаря позволяет нам видеть подобные сочетания. Понятно? Ну, пока у меня нет задачи что-то вам там всерьез доказывать, знаем или не знаем. И вообще я был бы рад, если бы вы сказали, это все мы знаем, не завалите вы по первой колонке. Правда, я бы не смог в аудитории там попроверять это с каждым. Не в этом сейчас задача. Задача просто в том, чтобы вы поняли, там правда мелочи много значат. Конечно, это не стремится к технической речи, потому что в словаре есть достаточно много случаев, когда нельзя ответить, что это значит для данного слова. Ну, например, приведены или не приведены примеры употребления. Вот с точки зрения технического представления информации, это тоже должен быть знак. Но в словаре бывает, что пример употребления не приведет, потому что слово и так очень хорошо всем известно, и поэтому не вызывает никаких трудностей, у него очень широкая сочетаемость. Но бывает и, что у просторечных слов, у диалектных слов, примеры употребления не приведены, потому что словарь не советует их употреблять. То есть, видите, это вообще-то совершенно разная помета, а дана она семиотически одним и тем же конструктом. Но при этом словарь современный уходит от первого не приведения примера, старается привести примеры даже к словам, не вызывающим трудностей в употреблении. Но пока, по-моему, это не доведено еще до какого-то финала. Мы с вами сейчас должны открыть чистый разворот в ваших тетрадях. Попутно я еще раз напоминаю о важности ведения тетрадей. Вот те, у кого лист очень высокий по вертикали, можно просто сейчас развернуть тетрадь и надвое поделить, чтобы у вас горизонталь была. На левой странице я прошу вас написать образец анализа словарной статьи, а на правой странице сделать заголовок «Примечание». Дело в том, что мы будем разбирать сравнительно легкую словарную статью, а примечания я буду приводить и из других словарных статей, там, где ситуация усложняется, чтобы вам на самостоятельном было проще. Не помню, говорил я или нет на прошлом занятии, на самостоятельном всем можно будет пользоваться. На здоровье компьютерами, словарями, если вы их принесете тетрадями, там просто время ограничено. Если человек слишком много пользуется чем-то или ему неудобно сочетать источники, то он за 15 минут не выполнит нужную работу, и это тоже опасно. Поэтому старайтесь и в компьютерах, и в тетрадях, и в источниках раз других приводить информацию к такому знаменателю, чтобы было очень удобно и пользоваться, и легко. Итак, мы работаем с вами со словом «наушник-1». Это шестая колонка, ближе к финалу ее. Обратите внимание, что в первом пункте мы должны обязательно выписать вместе с верхним индексом, и вы уже знаете, почему. Вопрос такой уже был задан. Потому что если мы выпишем просто слово «наушник», у нас получится, что мы не различаем этих аммонимов, и у нас будет представление, что в русском языке есть только одно слово «наушник», а не два, как это на самом деле. Итак, вот первый пункт, он очень легкий. Мы выписали «наушник-1», и особенно комментировать в примечаниях тут нечего. А вот цифра «2» у нас должна сразу появиться и в анализе в образце, и в примечаниях. Потому что в образце у нас простая помета, о которой мы уже говорили в прошлый раз. Напоминайте, как оно расшифруется. Окончание родительного падежа единственного числа. Не забывайте, что число здесь принципиально. И указание на мужской род. Напоминаю, что это длинная и не совсем полная расшифровка пометы, хотя это абсолютно точное описание того, что здесь дано. И такое описание уже хорошо. Просто для самостоятельной вы будете его слишком долго писать. Оно будет сочтено как правильное. А вообще-то у нас должна появиться запись, что это существительное второго склонения мужского рода. Для этого надо помнить склонение, совершенно верно. А с точки зрения русской грамматики понятие второе склонение, это вообще понятие такое очень условное. Скорее, здесь нужно говорить, склоняется по типу город, по твердому, по типу. Но это не так принципиально. Кто не может запомнить склонения первое, второе и третье, описывайте окончание. Вообще очень легко запомнить склонения первое, второе и третье по школе. На этот уровень, я думаю, вы все можете себе сделать микрошпаргалку и спокойно отработать. Нет? По типу вода какое склонение? Первое, по типу стол-село, второе, по типу мышь-тень, третье. То есть особого не надо здесь напряжения, чтобы эти три группы русских существительных формальных запомнить. Итак, теперь переходим к примечаниям. Примечаниям самое важное для второго пункта. Отдельные значения могут иметь собственные грамматические пометы. Отдельные значения могут иметь собственные грамматические пометы. Тогда они описываются с отсылкой к значению. То есть вводятся пункты по типу 2, 4, где 4 это отсылка к четвертому значению. Кому притят списки по принципу после 2, сразу 2, 4, тот может пользоваться длинной и нормальной формулировкой. Четвертое значение имеет собственную грамматическую помету. Но я предлагаю здесь более технически поступать и просто договориться, что это не последовательный список, а список отсылок к разным значениям. Посмотрите, пожалуйста, на слово «насытить». После цифры 1, после цифры 3, после цифры 4 у нас есть пометы. После цифры 1 помета «кого что?», после 3 помета «что?» и после 4 помета «что?» это собственные грамматические пометы. Соответственно, у нас там появится пункт 2, 1, и мы тут выпишем «кого в скобках что?». У нас появятся пункты 2, 3 и 2, 4, которые можно объединить в один, потому что там у нас одна и та же грамматическая помета «что?». Кто напомнит, что означают эти пометы? В примечаниях пишите вот это вот тоже. Это пример для примечания. Слово «насытить». Вопрос на второе начинаемое подложение. Нет, неправильно. Требуемый и удушевленный падеж. Совершенно верно. Во-первых, это требуемый, управляемый падеж. То есть при этом слове должно появляться зависимое слово в названном падеже. А во-вторых, это почему то, кого появляется то, что. Здесь есть указание на то, что лексически будет здесь важно, одушевленное существительное или неодушевленное. Помета «кого?» в скобках «что?», что будет означать? Что нужен винительный падеж без предлога одушевленного, как правило, существительного. Слово «что?» будет указывать, что здесь нужен винительный падеж без предлога неодушевленного существительного. Как будет показано, что можно и одушевлённое, и неодушевлённое? Ну не через дефис. Вот такая помета, кого дефис что, это знак того, что в равной степени здесь будет и одушевлённое, и неодушевлённое существительное. Кто помнит русскую грамматику, тот знает, что пометы кого что, или просто что, или просто кого в скобках что, указывают на то, что перед нами переходный глагол. Кто в упор не помнит, что такое переходные глаголы, описывайте просто фразой, винительной поддержкой с предлога необходим при этом слове. Напомню коротко, что такое переходность для глаголов. Целый ряд русских глаголов, и это ядро русских глаголов, реализует своё значение только в тех случаях, когда указано, на какой предмет переносится действие. Если этого указания нет, то смысл глагола не ясен. Ну например, когда вам звонят и спрашивают, что вы делаете, а вы говорите, я бью, то совершенно непонятно, чем вы на самом деле заняты. Если вы бьёте жену, это одно дело, и надо вызвать полицию, а если бьёте посуду, бейте на здоровье. Понятная ситуация. То есть глагол «бить» в зависимости от того, на какое действие переходит, имеет принципиально разное значение. Эти глаголы называются переходными, некоторые из них могут употребиться без винительного падежа, а некоторые вообще никогда не употребляются без винительного, но принципиальное отличие, что при таких глаголах может стоять винительный падеж без предлога. Понятно объяснил? Да или нет? Движемся дальше. То есть по второму пункту здесь хватит. Переходим к третьему пункту. В третьем пункте вы должны выписать значение. С этого начинается пункт, и здесь вы сразу же пользуетесь знаками 3.1, 3.2, где 1.2 – это отсылка к значению. Важно уметь правильно видеть толкование. Имеется в виду границы толкования видеть. В нашем случае в слове «наушник 1» границы толкования четко определены, и единственное, что может человек неправильно понять, это вписать пример употребления в толкование. Вы этого, пожалуйста, не делайте. Вы видите, что он отличается курсивом, и, соответственно, вы в пункте 3.1 просто переписали первое значение. Часть теплой шапки, закрывающая ухо, а также предмет одежды из теплой материи, надеваемый на ухо. После этого в скобках вы пишете «толкование через объяснение». Толкование через объяснение. Откруте, пожалуйста, план анализа, посмотрите, у нас записано, какие типы толкования могут быть записаны, да, то есть это диктовал. В третьем пункте, в примечаниях, приводим, какие еще есть типы толкования, как они выглядят. Толкование через отсылку к мотивирующему слову. У нас так было дано первое. Это толкование по принципу «смотри, кошка» для слова «кошачий». Логика такая. Слово «кошачий» от слова «кошка» образовано по типовой модели. Русский человек, если понимает связь эту, то он, зная слово «кошка», поймет слово «кошачий». Это и называется отсылка к однокоренному слову или отсылка к мотивирующему слову. То есть вы видите, что этот тип толкования формально хорошо отличен от объяснения. Толкование через синоним – это толкование с помощью оператора «то же что». Иногда и просто однословные толкования. Но чаще оператор «то же что» используется по принципу «смелый», «то же что» храбрый. Другие однословные толкования без этого оператора – это тоже толкование через синоним. То есть опять формальный критерий. Через отсылку есть прямая отсылка «смотри», через синоним – это однословные толкования. Все остальное мы считаем толкованием через объяснение. Кому интересны, какие на самом деле бывают типы объяснений, нужно смотреть работы по лексикографии и по логике и риторике. Именно там разбирается, как правильно можно давать определение, какими способами. И это большая работа. Итак, вот в примечаниях у нас должны сейчас появиться примеры. Отсылка к мотивирующему слову «смотри, кошка». Толкование через синоним «храбрый», «то же что смелый». Все остальное – толкование через объяснение. Переписывайте в 3, 2, второе значение. Надеваемый на уши прибор для слушания. Надеваемый на уши прибор для слушания. И опять фиксируем толкование через объяснение. Вывод из 3 пункта. То есть уже без подпунктов всяких просто пишем «слово многозначное». Подскажите мне, что является семиотическим показателем многозначности, то есть в знаковой системе. Что многозначность словарь? Как ее показывает? Совершенно верно. Любая цифра внутри толкований – это указатель, ну имеется в виду полужирное выделение с точки, это указатель того, что перед вами многозначное слово. В этом смысле, если кому-то так уж не повезет, что он не напишет самостоятельную по словарям, то на зачете вы получите именно такие вопросы. То есть я вам покажу цифру 3 и спрошу, что оно означает. И вы должны быть сказать третье значение многозначного слова. Причем оторванное я вам ее показываю или внутри словаря, вы должны эту систему себе легко представлять. По многозначным словам есть еще один вопрос, достаточно важный и тоже связанный с этими цифрами. Не подумайте, что я так уж хочу внушить вам, что это очень полезно понимать, что цифра – это многозначность. Дело совсем не в этом. Дело, вот почитайте значение слова «наушник» и скажите там про два предмета написано или про один. Первое значение – слово «наушник» один. Предмета два каких? Это часть шапки и сам… Нет, это вы не то сейчас говорите. Вы сейчас первое и второе значения обсуждаем. В первом значении два предмета описано. Совершенно верно. То есть это либо специфический предмет одежды, который предназначен только закрывать уши, не закрывая больше ничего, либо это часть шапки. Почему эти два предмета объединены в одном значении? Вот понимаете, у стола и парта тоже одно назначение, но это два разных слова совсем. И здесь вот и есть эта тонкость, почему так важно, почему так важно отличать многозначность от того, что одним значением может называться много разных предметов. В больших словарях может до десяти предметов быть названо в одном значении. Это означает, когда слово многозначное, следовательно, русский человек требует разграничения этих значений в контексте. Ему принципиально понимать, что сейчас происходит. И он считает контекст достаточным, только если эти предметы можно отличить друг от друга. В случае, когда внутри одного значения приведено много предметов, значит, русский человек не требует контекстного разграничения этих значений. Понятно или непонятно? Давайте на слове помидор там все всегда понятно. Потому что слово помидору, его значение, это растение семейства посленовых, а также его плод, обычно округлый, красного цвета. То есть опять два предмета, растение и плод. Понятно? Это означает, что когда вы человека спрашиваете, ты помидоры выращиваешь, он вам отвечает да, но при этом не думает, что он выращивает растения или плоды. И если вы попробуете ему задать такой вопрос, а ты растения или плоды выращиваешь, то надо следить, чтобы у него лопаты в руках были. Потому что человеку это, с точки зрения вот его мозга, очень неприятный вопрос, потому что это меняет его картину мира. У него только что было одно представление, что помидоры это помидоры. И вдруг ты ему показываешь, что здесь что-то не совсем так. Ну то у нас действительно есть такие смысловые узлы, когда мы воспринимаем слова. И когда говоришь, что помидор это растение или плод, то ты на самом деле как будто надрез делаешь на этом смысловом узле. И человек действительно переходит в измененное состояние, если он не был готов к такому вопросу. И после этого ему можно быстренько объяснить, что мир вообще весь другой. Именно так делают психологи, когда пользуются практиками перевода людей в измененные состояния для лечения или для какого-либо другого воздействия. То есть показывают, что мир не такой, как ты ждал. И человек начинает доверять, снимает щиты психологические, которые всегда есть при общении с профессиональными психологами. Дальше движемся. Понятная, да, вещь. Все, многозначность закрыли. Это вывод по третьему пункту. В четвертом пункте мы знакомимся с вами с понятием нулевая помета. Напомню, четвертый пункт это стилистическая характеристика слова. И в данном случае у нас есть стилевые пометы? У нас их нет, да? И в данном случае, я думаю, вы все понимаете, почему нет. Что это значит? Совершенно верно. И можно было бы очень коротко записать. Общеупотребительное. Этого для самостоятельной недостаточно. Но для образца мы запишем шире. Потому что в той записи, которую я вам сейчас предложу, есть намек на то, как описывать все стилистические пометы. То есть я прошу вас сейчас длинной репликой все это записывать. Стилистических помет нет. Следовательно, слово нейтральное. Стилистических помет нет. Следовательно, слово нейтральное. И употребляется во всех стилях без ограничений. Именно это указание во всех стилях без ограничений, оно и есть принципиальное. Оно показывает, что когда вы встречаетесь с любой пометой стилистической, вы должны не просто ее расшифровывать, а попытаться объяснить, в каких стилях слово употребляется или значение, в каких не употребляется и почему. Более того, словарь однотомный далеко не всем словам присваивает стилевые пометы, даже когда они нужны. Ну, например, логика такая. Слово «ключик» будет приведено в словаре, но при этом там помета разговорная не появится. Считается, что русский образованный человек, и даже среднеобразованный, должен понимать, что уменьшительно-ласкательные суффиксы сами по себе ресурс разговорности, и, значит, всегда придают речи оттенок непринужденности. Отдельно это никак не помечается. Соответственно, нужно знать еще и некоторые ресурсы, но так как знать не изучая трудно, то я бы сказал так. Каждый раз, заглядывая в словарь на вопрос, то ставить перед собой вопрос, а в каких стилях слово на самом деле частотно, в каких реже встречается, в каких не может встречаться. Если вы так будете смотреть на словарь, то вы будете отчетливее видеть стилевые характеристики слов, потому что у нас интуитивное представление о стилистической предрасположенности слов очень хорошо развито. Мы его чувствуем. Это такое верхнее знание в лингвистике, то есть не требует какого-то анализа языковой системы, а требует просто языкового опыта, который у всех у вас есть, раз вы слышите часто русскую речь и разговариваете по-русски. Итак, в четвертом пункте, в примечаниях, у нас будет совсем другое и тоже очень важное. Пишем, пожалуй. Важно следить, в какой зоне словарной статьи появилась стилистическая помета. Важно следить, в какой зоне словарной статьи появилась стилистическая помета. От зоны зависит и значение пометы. Если говорить чуть менее упрощенно, то получится так, что в зависимости от того, в какой зоне расположена стилистическая помета, сфера влияния пометы ограничивается. Чтобы все слово стало стилистически окрашенным, где должна помета появиться? В начале не очень понятно пока. Близко, да? До первого значения. Если до первого значения, значит, относится ко всем значениям многозначного слова. Понятно, что если после значения, то к чему относится? Только к этому значению. Но может появляться как перед толкованием, так и после толкования. Самое сложное, это когда стилевая помета появляется не после толкования. Посмотрите, пожалуйста, на слово насытие, на первое значение. У нас появляется там помета просторечная. Кто напомнит, что такое просторечная? Нет, в обычной речи это совсем нехорошее. Это неправильное понимание этих пометок. Совершенно верно. Первое, что здесь важно отмечать, что это за пределами литературного языка. То есть в литературном языке вообще не должно употребляться. Но в словарь включается почему? Нет, нет, там напоминаю, что в словарь включается далеко не все, что есть в языке. И там указано, что вообще-то грубо нарушающие норму просторечия не включено в слова. А включены только те просторечные слова, которые могут в литературном языке появляться для привнесения оттенков обычно иронических, шутливых, грубоватых, пренебрежительных. То есть вот этот спектр отрицательных оттенков может появляться и в литературном языке за счет просторечных слов. То есть вообще-то помета просторечная означает, что это находится за пределами литературного языка и может привносить в литературную речь оттенки грубые, неодобрительные и тому подобное. А что в нашем случае в слове насытить означает помета просторечная? Вот здесь мы как раз и говорим сейчас о зонах влияния пометы. Их насытиться не имеет отношения. Их насытить не имеет отношения. А к чему имеет отношение? К устойчивому обороту, который стремится стать фразеологизмом, но еще им не стал, который нам приведен в примерах употребления. Насытить свою утробу. Именно это выражение просторечное. Само слово нейтральное. Само значение нейтральное. А вот этот пример насытить утробу, он просторечный. И это выражение означает наездиться. И понятно, что если мы не следим за зонами толкования, то будет грубейшая ошибка. Мы объявим значение накормить досыта просторечным. Это категорически не так. Понятно? Что как насытиться, но к чему тогда? Только что сказал, не послушали. Насытить свою утробу – это устойчивое выражение. У него есть пояснение. Насытиться. То есть это его значение. И к нему же и приведено просторечное. То есть само это выражение, приведенное в примерах, оно просторечное. Понятно? То есть вот за этими заковыками следите, пожалуйста, при анализе, потому что такая ошибка, она ошибка не просто в том, что вы что-то недопоняли, а это неправильное понимание написанного и в контрольной достаточно жестко оценивается. Вот по тому анализу, который я вам предлагаю, то есть он такой не сильно развернутый, у вас есть возможность это дописать в седьмом пункте, если вы это увидели, или не писать об этом вообще, тем самым показав, что вы понимаете, что к значению слова это не имеет прямого отношения. То есть вот по тому анализу, который вы дома будете делать, а у вас домашнее задание – это как раз слово насытить, разбирать. Там вообще-то предполагается, что вы проигнорируете эту помету просторечное, потому что она имеет отношение к примерам употребления, а не к самому слову. Можно еще вопрос? Что он не палочный адрес? Да, наконец-то дошли до частотных вопросов, о чем я и говорил, что сначала что-то все уверены были, кто-то даже не видел, какие палочки. Я отвечу, хотя это избивает немножко нашу логику образца. Напоминаю, две параллельные вертикальные линии в конце словарной статьи. Это указание на то, что началась другая словарная статья, в которой даны слова, образованные по типовым словообразовательным моделям от исходного. Эти слова лексические и стилистические очень близки к исходному слову. А вот грамматику имеют свою. И обычно после двух параллельных линий дается это слово и указывается его грамматика. А лексика и стилистика не повторяются, потому что имеется в виду, что если ты понял исходное слово, то ты значение этого слова тоже поймешь. Там бывают некоторые уточнения, но о них позже поговорим. При анализе словарной статьи, соответственно, то, что идет после двух параллельных, раз это другая словарная статья, мы не описываем. Это другая словарная статья. Дальше движемся. Пятый пункт у нас. Все, мы дошли до сравнения простых и спокойных технических пунктов. В пятом пункте мы должны с вами описать произношение слова. Здесь проще начать с примечаний. Поставьте цифру 5 в примечаниях и запишите. Если слово читается вопреки принятым правилам, то есть представляет собой исключение из правил чтения, если слово читается вопреки правилам, то в квадратных скобках будет приведена частичная транскрипция. Прочитайте слово, пожалуйста. Слово тесто, оно читается по правилам. А это слово? Почему вы изменили согласный в первом слоге? Потому что вы знаете, что он читается твердо. Это вопреки правилам чтения. То есть позиция перед Е в русском языке, это позиция мягкого согласного. Соответственно, в данном случае будет указана частичная транскрипция, что здесь вопреки правилам чтения перед Е надо оставить твердый согласный. Отсюда возникает нулевая помета. Мы ее прописывать не будем, думаю, она ясна, но проговорить я ее должен. Если квадратных скобок нет после слова, значит оно читается так, как положено по правилам чтения, общим. И если вы почему-то слово произносите не так, то это значит ваша особенность, и это с точки зрения данного словаря противоречит нормам произношения слова. Ну, типичный случай. Вы как произносите шинель или шинель? И те, кто говорит шинель, они, открыв толковый словарь, увидят, что там нет в квадратных скобках записи не. И это означает, что правильно по-русски говорить только шинель, а шинель говорить неправильно. Понятно? То есть это нулевая помета. Если вы видите, что квадратных скобок нет, значит постарайтесь прочитать слово по правилам чтения, даже если вы привыкли к иному произношению. В пятом пункте, кроме вот этих особенностей произношения, вы видите, что никаких квадратных скобок у нас здесь нет, значит мы про это не пишем, мы пишем про ударение. И вы просто пишете ударение проставлено на второй слог. Не пользуйтесь, пожалуйста, формулировками типа на букву У, или там на последний, или на первый слог, потому что последний и первый, ну первый редко меняется, а последний меняться может. Ударение проставлено на второй слог. И дальше через запятую вы должны написать неподвижное. Напоминайте мне, что такое подвижное ударение, что такое неподвижное, и откуда я узнал, что оно неподвижное. Усполнение и мнение. Совершенно верно. Подвижное называется ударение, которое при изменении форм слова, при исполнении имен или при спряжении глаголов, перемещается на другой слог или на другую часть слова. Соответственно, для того, чтобы увидеть подвижное, оно или неподвижное, надо просмотреть приведенные формы слов. Если есть такая форма, где ударение перемещается, словарь обязательно нам ее покажет. И мы увидим. Но у нас над А в грамматических пометах нет знака ударения. Это и есть показатель того, что ударение неподвижное. Понятно? Если кто-то сейчас прослушал, вы все-таки это уясните. Формы грамматические в пятом пункте надо еще раз все просмотреть. И посмотреть, не ходит ли там ударение с одного слогана на другой. Если ходит, значит ударение нужно описать как подвижное. Шестой пункт. Он сколастический по отношению к толковому словарю. Малоработающий, но он должен быть прописан, потому что все равно как общая знаковая система он важен. Итак, в шестом пункте мы пишем все слова и формы даны орфографически верно. Все слова и формы даны орфографически верно. Я вашу перемену съела, вы не сказали. Все слова и формы даны орфографически верно. Имеется в виду, что данный словарь не является справочником в орфографии. И вы не можете ждать, что сложные в орфографии слова будут вам разъяснены здесь. Это и записано. Но если вы видите здесь написанное слово, то этим словарем можно пользоваться как источником подтверждения верности написания слова или его формы. Конечно, опечатки везде встречаются, хотя словари к этому стремятся, чтобы их не было. Но возможно. Я за всю практику работаю со словарем. Всего несколько случаев знаю, когда орфография отдельно описывается. Во-первых, она может быть описана уже в заглавных словах словарной статьи. Когда у слова есть два написания в пределах литературной нормы, то оба этих слова будут вынесены в начало словарной статьи. Понятно? Например, будничный и будничный. Это два разных написания абсолютно одного и того же слова. Соответственно, они будут оба начинать словарную статью. Там будет два слова в начале. Будничный и будничный. Понятно? Раз будничный стоит на втором месте и через союз И, значит, это менее практикуемое, менее правильное написание, но в пределах норма. Понятно? Если бы через запятую стояли, значит, абсолютно однотипно, абсолютно равнозначные считаются эти написания. А второй случай, который я знаю, он связан с конкретной практикой. На слове «розыск» в толковом словаре написано, что вопреки правилам орфографии в юридической практике закрепилось написание прилагательного «розыскной» не с «а», как это положено, а с «о», в частности, «розыскное дело», «розыскная собака» пишется через «о». То есть вот такое указание на эту запись, на это исключение странное, не входящее в нормы, обобщенное, тоже приводится в толковом словаре, но это, подчеркну еще раз, редкий случай. Последний, седьмой пункт, мы здесь просто пишем, для всех значений приведены примеры употребления. Для всех значений приведены примеры употребления. Если есть при слове «фразеологизмы», то вы также напишите «есть фразеологизмы». Если их нет, ничего не пишем. Если значения не для всех, ой, простите, не пускал, примеры не для всех, то вы напишите «приведены примеры ко второму и третьему значениям». Сами примеры анализировать не нужно. Если кому-то хочется набрать из 10 баллов за самостоятельную 15, тогда можно по дороге писать все свои сомнения, как здесь словарь «удачно» или «неудачно» сделал, проанализировать примеры употребления, сказать «надо их приводить или не надо», отметить, что насыдить свою утробу – это просторечный пример и так далее. То есть вот можно набирать 15 из 10, но рекомендую набрать 10. Этого вполне достаточно, потому что по дороге можно делать ошибки. А фразеологизм и тогда с какими документами пишете? Вот, как я и сказал, когда 15 из 10 надо, тогда вы можете прописать и про фразеологизм, и все, что видите. Но вообще-то фразеологизм – это отдельная словарная статья, и, соответственно, вы просто укажете, есть фразеологизм, если они есть. Как обозначается фразеологизм? Совершенно верно. Черный ромбик, например, на слове «натянуть» вы можете его найти. И у нас там, по-моему, приведен фразеологизм «натянуть нос». И, соответственно, вы в этом слове просто напишите «есть фразеологизм». То, что касается описания фразеологизма, вы нигде не анализируете. Так же, как то, что касается описания примеров. Зафиксировали, что они есть, и не вдаемся здесь в подробности, потому что это уже, собственно, филологические знания от вас их не требуют. То же самое касается двух параллельных линий, как я уже сказал, то, что после них другая словарная статья, мы туда не идем. Все, друзья, отдыхайте пять минут и вернемся. Мы сейчас с вами чуть-чуть отвлечемся от этой работы. Я тоже от нее немного устаю, потому что она формальная. Сказать, что за ней стоит огромный потенциал гуманитарных знаний трудно. Поэтому у многих, конечно, вызывает эта работа некоторое отторжение. Мы объясняем, в общем-то, и так понятное, хотя бы на интуитивном уровне. Но еще раз напомню, наша задача здесь не выучить наизусть толковый словарь Режикова-Шведовой, а подготовиться к тому, что когда мы берем словарь, наш мозг должен дать нам сигналы в тех местах, где мы видим, есть какая-то помета, мы ее не понимаем. Мы должны уметь с этим работать, открывать вступительную статью, читать пометы, и пытаться разобраться не просто в расшифровках, но в сущности описаний, и после этого уже воспринимать словари более корректно. Мы с вами опять столкнемся с тем, что как только начинаю говорить я, говорите вы. Как только я пробую вам пояснить, что надо вам остановиться, говорите, говорю чуть громче, вы начинаете тоже говорить чуть громче, чтобы вам было лучше слышно. Так что вы реагируете здесь, что совместное говорение нам не помогает. Мы сейчас выполним другую работу, которая связана с представлением о лексических нормах и с работой нашего мозга по отношению к словам. Мы с вами говорим автоматически. Это вообще-то нормативно. Русский человек, как и любой другой говорящий человек, должны обладать речевым автоматизмом. Иначе нам бы приходилось, как стихи, сочинять каждую фразу. А этого делать не надо, это бы очень затруднило общение людей. Но этот автоматизм речи, как говорят психологи, должен быть так называемым осознанным автоматизмом. То есть в ситуациях, когда возникает трудность в общении, мы должны уметь убрать автоматический режим и перепроверить всю свою речь, увидеть, где идет сбой. Но самые яркие черты, это когда человек напуган сильно. Он начинает вбиваться в речи или вообще не может выразить смысл. Это ситуация экзаменов, когда человек волнуется и требуется ответственная речь. Он вдруг начинает замолкать на самых очевидных и простых вопросах, вплоть до того, что преподаватель сам за него все рассказал, а студент не может сообразить и сказать, да, я так и думал. То есть сидит и молчит. И, конечно, это не говорит о глупости человека. Это говорит о том, что его мозг отказывается в сложных ситуациях, когда автоматическая речь плохо работает, переключиться в другой режим. Как учиться переключаться в другой режим? Надо в игры играть. Потому что надо ставить перед мозгом нетипичные задачи и мозгу демонстрировать, что вообще-то он совсем легко справляется. Тогда в сложных ситуациях, когда он опять попадет в нетипичную ситуацию, он не будет ставить вам загородки и говорить, все, ситуация нетипичная, не буду работать. Он продолжит работать, потому что он привык и к нетиповому. Вот сейчас вы сделаете такую работу, я ее позже поясню, она связана с сочетаемостью слов. Вы будете искать интересные словосочетания на этом развороте. То есть вы должны просочетать заглавные слова словарных статей, придумайте за 3 минуты 5 словосочетаний. Старайтесь, чтобы эти словосочетания были неожиданными, незатертыми и в то же время объяснимыми. То есть если вы сами не можете объяснить, что это словосочетание означает, то это плохо. Понятно? Всего 3 минуты и 5 словосочетаний надо записать. Скажу, не ищите гениальных словосочетаний. Не просто вместе, а только из этих слов. Только из слов с этой страницы. Никаких других слов не добавляем. Ни одного предлога, ни одного союза. Можно менять формы слов. Все, больше ничего нельзя. Студенты за время работы с такими упражнениями у меня придумали инициативного инквизитора, мерзлую, простите, мельхиоровую мерзлоту. То есть бывает, что вот так неожиданно они придумывают очень удачные словосочетания. И на этом развороте уже есть удача, я просто не буду вам называть, чтобы вы сами могли их найти. Можно истер слов. Можно, можно. Словосочетания вообще-то в русском языке не ограничены количеством слов. Там можно было больше. Еще раз скажу, не гениальные ищики, а вот попалось в глаза. Видите, что там что-то необычное есть. Все, записали. Пока. Продолжение следует... Согласна. Видите,quin�и. Спасибо. 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 На том, что вы написали пять, а теперь своему мозгу покажете, что четыре хуже, чем одно. И вы должны сейчас выбрать то одно словосочетание из пяти, или из трех, которые вы написали, или из двух, и выбрать из них одно лучше. Именно в этом суть упражнения. Когда вы мозгу показываете, что вы не взяли, он понимает гораздо больше, чем когда вам просто пришла в голову очень хорошая мысль. Он научается отбирать. Сейчас вы читаете каждый по одному словосочетанию. Я прошу быть внимательными. Если это словосочетание уже звучало, вы можете его повторить, а можете предложить взамен этого другое. Времени на занятии мало. В идеале мы сейчас должны записывать понравившиеся словосочетания друг за другом. Это тоже очень важное упражнение для мозга. Я не буду писать на доске их, потому что мне это сейчас неудобно и много времени займет. Но поверьте, там на оборотах листочков у меня уже не один десяток удачных словосочетаний записан за студентами. Ну, в смысле, на каком-то из листочков я так пишу, и у меня есть, ну, кто-то может найти. И это какое-то заявление, я тоже, образцы там смешные. Итак, читаем одно словосочетание. Научить нахало наушничать. Научить нахало наушничать. Натурально наушничать. Натеребить натр. Натеребить натр. Дальше, пожалуйста, ау следим. Натуралист науськал. Натуралист науськал. Это предложение, а не словосочетание, но принимается. Ладно, дальше. Читайте. Надо вот, вот смотрите, раз вы смотрите все еще в разворот, это значит, вы опять поддались собственному мозгу. Вы думаете, что устно происходит все так же, как письменно. То, что происходит в голове, очень трудно вытаскивать наружу. Строятся специальные там приспособления электронные в том числе, чтобы это как-то увидеть. Но это очень трудно. И самый простой способ это записывать. Когда человек пишет, он вытягивает из головы что-то наружу и может потом это анализировать. А вы сейчас опять в иллюзиях о своей голове остались. Дальше, пожалуйста. Натуральный натур. Наталиновый натрий. Натупить натри. Насытить натурморт. Хорошо. Натереть натурин. Натурин натрий. Натабить натурморт. Натурин натуралист. Хорошо. Натренированный натуралист. Дальше. Натренированный натуралист. Научно-технический натурин. Натарелый. На звуке. Дальше. Натешется наукой. Нахапать натри. нахамить на удачу дальше натискать на площадь научный нахал молодцы с натюрмортами сегодня ярко удачный это и научно-технический натюрморт и насыпной натюрморт в том числе потому что правда такие бывают и это неизбитое представление это интересное решение но и у других интересные из лидеров пока на моей странице по моему в прошлом году ваши коллеги придумали нахамить научно-технически и это стало лидером и нательная натура философии это историки видимо из жизни заключенных имели ввиду но и так всю логику упражнения прошу запомнить вроде бы игра вот набор слов он ничем не обоснован в этом смысле мы мозгу говорим тебе эти слова не нужны но будь добр работай с ним составляем 5 словосочетаний четыре почему-то убираем можно интуитивно без разъяснений одно оставляем мозг понимает что те четыре мы посчитали менее пригодными он это умеет сравнивать и фиксировать соответственно он вам лучше будет дальше отбирать слова даже в сложных ситуациях понятно что это не одноразовые упражнения и в виде каких-то игр это можно делать часто многие крупные писатели начинали тоже со своеобразных игр ну известно например что Сергей Довлатов еще в молодости решил что в его предложениях не будут встречаться слова начинающиеся на одну и ту же букву это не имеет никакого отношения к природу писать только во втором пункте прошу записав свое оставить две строчки самостоятельно слово научный выполняем анализ с образцом старайтесь не смешивать а просто рядом делать где-то или раньше и очень хорошо слово научный в чистой колонке если я правильно помню привыкните быстро работать с этим то есть постарайтесь там за пять минут проанализировать иначе на самостоятельной вы будете слишком медленно делать и не успеете на зачетную работу нет только выписать заглавное слово мы перепишем потом в пятом правдопеду это не только что но и 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 Продолжение следует... 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 На длину задания. В это одно предложение можно добавить только одно слово из тех, которого нет на развороте. Пользуемся заглавными словами словарных статей, словами после двух параллельных линий, они тоже словарная статья, и фразеологизмами. Итак, не менее 20 слов длина предложения можно добавить одно слово, то есть предлог «в» добавили, все одно слово ушло. Слова повторять можно внутри предложения, но не добавленное. Добавленное только один раз. Добавили слово «смелый», все. То есть все равно предлог или полнозначное слово. Все, работаем у вас на это 4 минутки. Потом минута на то, чтобы прочитать. Те, кто первый раз в жизни что-то сочиняет, рекомендую сначала найти героев, которые действуют. Потом написать, что они делают. Потом к героям добавить прилагательные, а к действиям существительные наличия. И у вас очень быстро и легко получится 20 слов. Все издали слов? Ну, конечно. Те, кто записывал за другими или запоминал удачные словосочетания, тем теперь очень легко. А вот нужно использовать слова, которые тогда мотивируются? Слушай, я же много раз сказал. Заглавные. Те, которые после двух параллельны, а также в фразеологизме. Я надеюсь, запятые можно ставить неограниченно. Да? Ну, пожалуйста, да, конечно. Так вот, вы будете читать, можете показать. Спасибо. 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 Друзья, пора пересчитывать и упорядочивать слова, добавлять пока переставайте, посчитайте свои слова и немножко попереставляйте, чтобы поинтереснее звучало, это тоже полезно. Спасибо. Через минуту начинаем читать. Пожалуйста, отвлекаемся, поднимайте руки, у кого набралось 20 слов. Одного увидел, второго увидел. Все, два человека справились. Слушаем только двоих или еще слушаем? Кто сам хочет прочитать то, что получилось? Вот оглянитесь друг на друга сейчас. Оглянитесь. И запомните. Поэтому старайтесь не бояться здесь. Всего двух человек я увидел. Третью руку краем глаза увидел. Втроих слушаем. Остальные чего-то промоляли дурака, а все это добавлять не буду. Я рассказал, что все остальные опарафинились. Вот и сидите слушайте. Причем, я подчеркну, вполне вероятно, что сейчас будет прочитано три худших предложения. Но именно эти три человека получат результат от упражнения, а остальные не получат даже из тангений какой-то блесной. Накальный натурализм натешился, натрудился, натощак насытил свою утробу натром, наканил натурщику, натравил накалову накала и накапал насыщенный натурин на утро. Насытил свою утробу, нельзя было добавлять, это пример употребления, а нефразеологизм, в остальном хорошо. Предложение вполне внятное появилось. На утро натренированный накальный натурщик натянул нательный наушник, на удалую натер насыпь, на уприлки у нафтерина, на речах насытился напубликованной натурализированной едой, натискал натек насыщенного натрия. На удалую такое ударение там было? Да. Нет, это вы так прочитали, и меня это удивило, я пошел смотреть, потому что я говорю на удалую, и здесь ударение стоит на удалую. Ну просто, что смотрим. И хороший текст, вы видели, что на самом деле задача создавать длинные предложения очень легкая, но если человек внятный, он из этого задания на самом деле порождает мини-текст. И текст этот часто интересный. Читаем. Наукообразный натурщик, натирая натруженный натур натощак, натурализовывал насыпной натюрморт, натянутый на утро научным нахалом, на удачу, найдавшим наукой натертый натурщиком наушник на ухал. Концовка, мозг уже не ухалкивалась. Можно отметить, что нацыпной натюрморт сработал, да, автор словосочетания может гордиться, что его словосочетание пошло в текст. Это хорошо, хороший показатель. В целом, помните, вот это финал сегодняшнего занятия, он не об анализе словарной статьи, здесь уже итоги подведены, он о работе речи нашей, речевой деятельности. Здесь важно, чтобы вы видели удачи у других. На самом деле, удачные слова никому особенно-то не принадлежат. Они принадлежат после какого-то культурного авторства. А в целом, надо учить свой мозг пользоваться удачными выражениями. Это хороший тон, помнить, где вы его услышали, и ссылаться на этот контекст. Но это не так уж обязательно, потому что главное мозгу дать понять, вот эта удача, она чужая, и ее легко сделать своей. Когда мозг запустит схожие программы, и вы будете говорить интереснее. Бесточки сдаем, домашнее задание у вас есть, всего доброго. Рекомендую на следующее занятие не опаздывать, иначе пропустите разговор глагола.